Как бы красиво и как бы долго не цвел аморелис, а цвести он может вплоть до целого месяца, особенно когда распускается не один, а несколько цветоносов. Но когда-нибудь к цветению приходит конец, и тогда возникает вопрос, а что же теперь делать? Как сохранить луковицы так, чтобы они не просто выжили, но еще и зацвели, и не единожды в год? Давайте разбираться. Добро пожаловать на мой канал о цветах. Это Светлана. И первый вопрос, нормально ли то, каким образом отцветает аморелис? И на самом деле становится немного страшновато, когда сначала отцветает цветонос, затем начинают активно расти листья, но на следующем этапе они желтеют и медленно засыхают. И на этот момент возникает ощущение, что цветок погибает. Но не стоит волноваться, это совершенно нормальный процесс у аморелиса. Таким образом цветок постепенно уходит на покой. И этот период покоя требуется луковицам для того, чтобы они восстановились и отдохнули. Дело в том, что луковица отдала много питательных веществ цветку. И если ей не обеспечить должного отдыха, то к сезону она не наберется сил, будет слаба и навряд ли зацветет. И даже если зацветет, то цветки будут достаточно мелкими, а само цветение будет непродолжительным. И чтобы обеспечить аморелису должный уход, нужно знать, через какие стадии после цветения аморелис проходит. Но прежде чем переходить к стадиям, нужно знать, что делать с цветами и цветоносами. Так вот, если вы сразу не срезали цветонос, а цветы аморелиса одинаково хорошо стоят как в горшке, так и в срезке в вазе. Так вот, если в цветке цветы завяли, то их нужно срезать чистым секатором или ножом. Срезать цветки нужно в месте, где они соединяются с главным стеблем. То есть нужно обязательно срезать этот маленький стебелек, на котором и сидит сам цветок. И если это не сделать, то в этом стебельке начинается процесс образования семян. И следующим этапом, когда завянут все цветы, нужно срезать цветонос. Сам по себе цветонос выполняет функцию поставщика питательных веществ из луковицы к цветам. И если цветов нет, цветы все завяли, то и функция цветоноса отпадает. В результате цветонос начинает быстро желтеть и увитать. Но ждать этого не нужно. Его нужно срезать вместе с обрезкой последнего цветка. Обрезать цветонос нужно близко к основанию. И самое оптимальное расстояние от луковицы составляет 4-5 см. Но при обрезке будьте осторожны, чтобы не повредить листья и верхушку луковицы. В это же время увядания цветков начинают активно расти и развиваться листья. И вот тут и начинается первая стадия, через которую проходит аморилис. И эта стадия называется стадия восстановления. Это стадия восстановления длится до наступления стадии покоя. И сразу возникает вопрос, каким же образом цветок может восстанавливаться, не уходя в состояние покоя. Все очень просто. Все дело в листьях. Когда листья засыхают естественным путем, то происходит медленный отток питательных веществ из листьев в луковицу. А что же получается, когда листья обрезают? Питательные вещества из листьев в луковицу не поступают. То есть луковица лишена полностью всякого питания. В результате чего луковица может просто засохнуть. В таком случае, о каком последующем цветении может идти речь, если луковица уже засохла и не живая вовсе? Давайте не делать таких ошибок. Повторюсь еще раз. Листья должны засохнуть естественным путем. И тогда питательные вещества из листьев точно перейдут в луковицу. При этом нужно прекратить любые подкормки. И нужно начать постепенно сокращать полив. И не только частоту полива, но и объем вливаемой жидкости. Когда листья полностью пожелчат и засохнут, то растение само по себе постепенно перейдет в стадию покоя. А это и есть та вторая стадия, через которую проходит аморилис после цветения. Итак, стадия покоя наступает тогда, когда все листья на растение засохнут. И сразу возникает вопрос, что же нужно делать с луковицей для того, чтобы аморилис снова зацвел? Существует два способа. Способ первый. Оставляем луковицу в том же горшке, не выкапывая ее из земли. И так как луковица остается живой, с живыми корнями, то ее нужно изредка поливать. Достаточно поливать один раз в 2-3 недели. Но поливать нужно не обильно. И еще луковице нужно создать особые условия, которыми являются температура и свет. Самая оптимальная температура для отдыхающих луковиц это температура от плюс 5 до плюс 12 градусов Цельсия. А свет им вообще не нужен. Поэтому можете смело ставить горшок с аморилисом в кладовку на балкон, но притенять от света. Либо же, например, в отапливаемый гараж. В таком состоянии нужно продержать луковицу аморилиса в течение 2 месяцев. Но лучше 4 месяца. И постарайтесь не забывать о ней. И контролировать температуру, потому что температура не должна падать ниже 0 градусов Цельсия. Дело в том, что луковица аморилиса не переносит даже кратковременного падения температуры. Способ 2. И заключается он в том, что луковицы аморилиса нужно выкопать из земли и хранить их в сухой таре. Хранить нужно точно так же в прохладном помещении при температуре от 5 до 12 градусов Цельсия и без света. И аналогично первому способу нельзя допустить, чтобы луковицы засохли. Их нужно периодически увлажнять. Для этого нужно слегка намочить хлопчатобумажные полотенца или салфетки и обернуть их вокруг луковицы. И оставить таким образом на пару часов. Вот оставлять эти мокрые полотенца на долгое время на луковицах нельзя. Потому что начинает развиваться плесень и другие грибковые заболевания. Эту процедуру нужно повторять раз в неделю. Вот в таком состоянии нужно продержать луковицы минимум в течение 2 месяцев. А лучше держать их так 4 месяца. И следующий вопрос. Что же делать, когда закончится период покоя? Когда период покоя закончится, горшки с отдохнувшими луковицами нужно вынести в хорошо освещенное место. А те луковицы, которые были выкопаны, их нужно посадить. Но помните, что во время посадки не нужно брать большие горшки. Потому что в таком случае начинают развиваться детки. А если детки уже есть на луковице, то эти детки нужно отделить и посадить их отдельно. Дело в том, что детки тянут из луковицы очень много питательных веществ. И возможно это и есть причина, почему аморилисы не зацветают. А самый оптимальный размер горшка, это когда зазор между луковицей и стенкой горшка составляет 2-3 сантиметра. И также не высаживайте луковицу глубоко. Помните, что луковицу нужно заглублять в землю на 2-3 высоты луковицы, а 1-3 должна остаться на поверхности. И следующий вопрос. Когда цветет аморилис? Обычно нормальный период цветения у аморилиса наступает период с середины августа по середину сентября. Но при хорошем уходе он может цвести и чаще. И может спокойно дать повторную волну цветения к концу осени или даже в начале зимы. И что интересно, что процесс цветения можно регулировать. То есть можно добиться цветения к определенному дню. Для того, чтобы этого добиться, нужно за 7-8 недель до срока посадить для тех, у кого он был выкопан, либо же занести у тех, у кого он оставался в горшках, более светлое и теплое помещение и начать его поливать. Но поливать постепенно в зависимости от роста растения. Вот пожалуй вся информация, что нужно делать и какой уход нужен аморилису после цветения. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста поставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на мой канал. Здесь будет еще много интересного о цветах и не только.